Добрый день, дорогие друзья! Вот так вот у нас начинается сегодня неожиданная серия. Мы с вами проходим столпы вечности, наше путешествие все еще не окончено. И находимся мы сейчас в собственном замке. Я, собственно, остановился на привал, и после отдыха Канна мне решил тут что-то поведать о себе. Ну, давайте мы что-нибудь ответим. Ну, давай я подумаю об этом. Побезопаснее будет, чем с чудовищами сражаться, усмехается Канна. А по накалу страстей то же самое. Вот. Ой, это я ускоренный режим включил, чтобы они побыстрее бегали, а то уж больно медленно передвигаются. Вот. У нас, я себе думал, решил, что мы сегодня с вами отправимся и попробуем походить, в общем, по лабиринту, который под нашим замком. То ли бесконечный лабиринт, то ли сумрачный. Как-то так. Вот. У нас там, между тем, строительство еще через 7 часов закончится, у нас двор должен отстроиться. Вот. Я думаю, следующим нашим шагом в замке будет постройка лавки торговца или чего-нибудь в этом духе. Потому что я что-то посмотрел, все-таки не хватает там торговца. Потому что вот так вот даже город, до него еще нужно мудриться дойти. Вот. Ну, как-то. Ну и вообще, пора развивать. Вот. А сейчас мы с вами отправимся... Я уже забыл, где он находится. В подземелье, да, вот нам сюда. В подземелье. И там попробуем посмотреть, что там вообще есть. Бред сложный. Насколько я знаю, за один заход его... Да, одолеть это подземелье. Придется ходить несколько раз. Слушайте, а где мои... У нас же есть припасы для привала, да? Я просто... Ёлки, сколько же у нас барахла. Чего же я его не продал? Слушайте, я правда не знал, что у нас столько всего. Офигеть. А, вот, четыре. Все, ну и нормально. Так, еще сейчас глянем. Все, мы готовы. Так вот, нужно будет несколько раз точно спускаться. Ну, а так пойдем. По-моему, там 15 или 16 уровней всего. В общем, что-то такое. Бесконечные пути это называется. Вот первый уровень, кстати, мы здесь на нем. Так, давайте сохранимся, пока мы сюда дошли. Что-то я как-то думаю. Вот, и пойдем. Довольно мерзко. Какие-то были в последний раз... А, пауки тут были, точно. Пауки, и они были довольно дрянные. И пауки вообще не бывают. Такими. Эй, 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 вы что вы творите? Встаньте. Ну, надо сказать, в этот раз они как-то... Легче выносить. Легче выносить. В прошлый раз они, конечно, составляли некоторую проблему, но у нас партия там была уже, конечно. Еще, вернее, она такая была, дохленькая. Забираем все паучьи лапки. Что ж, мы зря, что ли, пришли в это подземелье. Так, кальцио контроля. Область действия способности плюс 10%. Прикольно, вот это классная штука. Это надо кому-нибудь из магов дать. Где-то есть. Я предлагаю стойку дать. Потому что он у нас обычно кастует этот... Как его? Магию восстанавливающую... Ой. Магию восстанавливающую эту... Вносность. А там радиус, конечно, критичный. Все? Слушайте, я вот подумал, а у нас не кончится места там в нашем бездонном инвентаре. Здоровое такое подземелье. Хочу сказать. Кости. Вот мы. Чтобы думать, что мы так близки. Внутри наших very feet лежат endless paths, построенные от Аднуа, the Great Angwithan King. Ну, здесь все, конечно, это везде. Диран, конечно же. Но если мы сходим слишком далеко, мы найдем какую-то настоящую историю. Да ладно уж. Чтобы увидеть этот great king's tomb would be a dream. But it is one of his servants I am after. Габранус. A powerful mage. And a dedicated scholar. A keeper of lore. Just as I mean to be. He was in possession of the Tanvi Oratoa. Or whatever form of it preceded the one we know. I've seen it in ruins, alongside Габранус's name. Scraps of the same symbols and verses we know in Rautai. He must have held the words in high regard. Or perhaps he was even the author. А чего же интересно такого в этой книге? Народу Rautau предстоит пережить неспокойные времена. Когда-то мы были единым народом, но сейчас все меняется. И в сердце этих изменений Tanvi Oratoha. Некоторые говорят, что мы не придерживались его заповедей. Что мы позволили себе ослабнуть. Изменили своим традициям. Пустив к себе иноземцев вместо того, чтобы завоевать окружающие земли. Что мы должны были придерживаться тех традиций, чтобы стать нацией, которые боятся. Мои братья именно так и считают. Нам не нужно изолироваться, чтобы сделать Rautau великим. Я знаю, что за напевом лежит нечто большее. Он не из песка и воды. Появился тысячу лет назад. Появился, извините. Его Rautau принесли энгвианцы. Народ, знавший цену союзом. С помощью этого знания мы превратили Rautau в то, чем он является сегодня. Если удастся найти оригинал, я докажу это. Все узнают, что распев гораздо старше, чем принято считать. Что энгвианцы всегда предпочитали мирно существовать и обмениваться знаниями. Если мы последуем по их пути, то наше королевство будет таким же большим и долговечным, как у них. Ну да. Предотвращение конфликта – благородное решение. И величественное, да. Канна усмехается. Рад, что ты тоже так считаешь. Мне кажется, что для Rautau это лучший путь. Мы народ из множества рас, и мы всегда держались вместе. Уверен, величие у нас на роду написано. Ты, похоже, восхищаешься этим габроносом. Ах, габронос. Ой, все, извините. Говорят, что он мог управлять стихиями. Канна покашляет. Но мне интересны его рукописи. Он был плодовидным автором. Мне не всегда удавалось перевести. Но из того, что я видел, можно заключить, что он много путешествовал. Если бы только с ним встретиться, какой бы мудростью он мог поделиться. Но мы можем последовать его примеру и стремиться учиться у тех, кто вокруг нас. Становиться лучше. Давай тогда искать. Если мои источники правильные, габронос будет привлечь его с ним. Он, наверное, будет в лаборатории. Или в храме, может быть. Он может быть один из двух. Давайте начнем. Ну да. Библиотека или... Так, а это, я так понимаю, спуск на второй уровень, да? Лестница. Я предлагаю, будем потихонечку идти, зачищать... Все... Эм... Что? Паук. Ну, не то, чтобы это плохо, прям. Какие же они дрянные, вот... Ну, в плане... Они гадкие. Не знаю, есть люди, которым нравятся пауки, но... Это ужасно. Я ничего не могу с собой поделать. Так, одного, все. Контропопили. Так, ну что, мы остановились, давайте. Все. Да, в прошлый раз они, прям, мне больше неприятностей наставили. Скажем так. Мечи сломаны. Прикольно. А это что такое? Древесный жук. Мужас какой. Здоровый, древесный жук. А он еще и закапывается по землю, да? Блин, я вот так и взял, что чем-нибудь таким это законится. Такие толстенькие товарищи. В плане, не сразу их можно. Ну, ничего, вроде нормально. Скелетик чуть не пропустили. Меч. Это все фигня. У нас таких мечей уже целый сундук. Некий труп. Труп. Так и написано. Зелье двойной магии. Прикольно. Куда ты дел его? Наше зелье двойной магии. Кстати, у нас тут... Так, кого из вас еще частенько вырубают, скажите мне? Так, ладно. Ну, тоже тебе отдадим, пусть у тебя лежит. Но сейчас ты падаешь в обморок. Почему нет? Почему нет? Блин, плохая маломысль. Все-таки приятно их сдерживать в проходах. Надо пользоваться тактикой. Хоть как-то. А не как я обычно, ломлюсь на пролом, да? В плане, вот они стоят в проходе. Ну, пусть себе стоят. Они по одному подходят. Ах ты, да. Кто еще тут? Да, беда. Вот, конечно, с поиском путей у персонажа это просто как-то напасть. Монетки, монетки забираем. Монеток у нас мало. Ой, топорик. Не знаю, нужен ли он мне. Наверное, нужен. Раз его собрал. Магия. Ну, не магия, в смысле. Мандюган какой-то. Блин. Так, а вот эти какие-то серьезные товарищи. Так, давай-ка ты кастанешь что-нибудь интересное. Мародер, мародер, мародер. Рыцарь Золотого Соглашения. Скорее всего, он сам. Самый серьезный из них, да? Давайте мы любимую магию на ней попробуем. Уважаю ее вообще, если честно. Она противников просто на раз разносит. Шлем с наносником. Такое впечатление, что стена какая-то ненастоящая. Жабья голова, шлем. Слушайте, их ведь можно зачаровать же, да? Сколько у нас всего уже? А, нет, нельзя. Странно. Просто так чисто декоративный. Бутафорский, так сказать. Так, что у нас тут еще? У нас вот тут вот еще некое ответвление. Пойдемте туда, сходим. Пока что вызывает каких-то трудностей противники местные. Может быть, я, конечно, сейчас напрошусь. На что-нибудь. Э-э-э, хватит там баловать. Так, тихо, закончили. Хорошо, тогда. Паутинка. Паутинка. И труп, завернутый в паутинку, воодушевляет, надо сказать. Так, ну, похоже, вариантов тут немного, да? Мы только сюда можем пойти. И у меня есть предложение не ломиться всей толпой туда. Потому что мне что-то подсказывает, что тут? Паучок. Еще один паучок. Еще один. Ага, все, заметил. Блин. Э-э-э. Давайте их так... Да, елки. Что такое? Они раньше так вроде не делали, да? Интересно, будут там еще? Ага. Блин. Ни хрена себе. Королева пауков. Ой, жесть. Ой-ой-ой. Фу. Фу-фу-фу. Я предлагаю также в проходе их встречать. Потому что они нас сейчас будут окружать. Ничем хорошим это не кончится, как обычно. Так, ну, давай. Королева, блин, пауков. Так, ну, одного вроде быстренько разобрали. И где эта толстая гадость? Ой, блин. Ничем хорошим это не закончится. Так, давай сразу сюда вот это. А ты иди вот сюда. Ага. Подожди, она прям знает, куда стрелять. Можем мы чего-нибудь кастануть? Можем. Давай. Не так дальше сильно. Все. Ух ты. Что это у нас такое? Ой-дри-а... Ой-дри-ахт. Сразу не выговоришь. Осушение, повреждение, уменьшение вычет урона. Стилет, одноручное оружие. Уникальное. Стилет. А нас никто таким не пользуется-то, да? Ну ладно, пусть лежит. Мало ли. Стилет, это же разновидность кинжалов. Слушайте, а там еще что-то такое. Давайте здесь разберемся сейчас. Что тут пишут? Испорченный непогодой и покрытый тусклым налетом, этот искусно высеченный столб выглядит намного старше окружающих его конструкций. Интересно, к чему будет? Это что? Зелье сверх... Сверхъестественное прицеливание. Но это скорее для рейнджеров. Хотя нет, у нас вроде тут половина команды лучников. Ну ладно. Стена какая-то... Странная. Какая-то... Башка... И какая-то лестница. Блин. А, это не башка, это рука. Прошу прощения. Куда ты ведешь? Интересно, а куда мы выйдем? Давайте сохранимся и выйдем. Ну, папа наверх. У меня ощущение, что мы сейчас во дворе где-то поднимемся. Похоже, так и есть. Вообще, за этим... За замком тоже есть. Ага. Ну вот, где мы вывезли. Возле... Часовни какой-то. Замечательно. Пойдемте вниз. Эм... Что? Чего? А почему мы не можем залезть туда? Карта... Бесконечные пути к 1. Первый уровень. Ну да, вот сюда хочу. Нельзя. Блин, ну и ладно. Будем знать, что как-то можно вылезти, но не влезть. Так, может быть есть смысл переночевать? У нас тут... Часть персонажей не очень себя чувствует. Двор завершен, кстати. Двор завершен. И что поменялось? Ничего не поменялось, да? Или лабиринт вот этот какой-то? Не знаю. Короче, при окончании двора мы можем теперь строить всякие разные... Разности. Ну, в плане, мы можем построить теперь... Не казарму, где что было? Вот торговая лавка. Если приобрести торговую лавку, у вас в большом зале обоснуется торговец, продающий различные товары. Вот это то, что нужно. Один день. Вперед. Это прям то, чего тут не хватает. Преследованием нужно. Я уже говорил, там, по-моему, 15, что ли, уровней, или 16. Я вот не помню, а в первом Диабло там же 15 уровней было. Ну, как-то так. По большому счету, такой, знаете, мини-Диабло. Я имею в виду первый еще, который старик. Так, а где-то выход... Не выход, а спуск, да? Лестница. Ну, пойдемте вниз. Я же, насколько помню, тут не респаунится же монстра. Второй уровень. Страшно. Наверное. Пока. И у нас сразу же... Эти волшебные... Волшебные... Даже я уже забыл, как они называются. Я так предлагаю, кстати, жрецов сразу... Убрать за ненадобностью. И лучников тоже. Так. Так. Ну, вроде нормально все, справляемся. Саурипы их не отзовут. Я сейчас думал, как же их зовут. Геомант. Прикольно. Горс. Так. И это... Второй уровень бесконечных путей. Первый уровень. А где второй? Второй пока не нарисован, да? А, они будут друг за другом вот так вот вниз идти. Ну ладно, пойдемте. Что тут есть? Это больше похоже на какой-то склеп. Пятно крови. Кстати. Ой, блин. Ловушка. Я все никак не пойму, как тут ловушки распознавать. Наверное, должен быть какой-то навык к восприятию развит. Ну, не навык, а какая-то вот... В общем, не знаю. Я до сих пор в размышлениях. Как-то он подозрительно стоит. Я думал, он в засаду заманивает. А он тут один. Ой-ой-ой. Фирм. Фирмов мы еще не видим, по-моему, да? Эээ. Давай, колтуй. Так, чего еще у нас тут есть? Чего есть? Чего есть? Эээ, давайте вот это. Блин. Как-то не вогнеть. Ну, по-моему, фаерболами бросается. Гадость. Давай-ка 2000-е. Давайте жреца выносить, потому что он мне не нравится. А паладин наш, так я смотрю, уже это... Не такая духненькая девица, которая была. Уже так может за себя постоять. Раньше-то я помню, она... При... При первой же возможности... Вот это, кстати, классное заклинание. Оно создает ментальную связь между врагом и целью, заставляя их получать больше любого урона, нанесенного целью. То есть мы кастуем эту штуку на союзника, и враг получает 25% наносимого урона. По-моему, это круто. Он сам себя начинает убивать. Каждый его удар возвращает ему 25% собственного урона. Причем чистого, который обходит вот эти все вычеты урона и так далее. Это, по-моему, очень круто. Слушайте, сколько же мы всего набрали уже, а? Ох, блин. Открыл, называется. Чё это такое? Сломанный клинок. Ммм, клинок бесконечных путей. Появился новый квест. Это чё такое? Зелье быстроногости. Прикольно. Так, сейчас почитаем квест. Чё там появилось? Клинок бесконечных путей. Великолепно древнее оружие. Было разобрано его части, разбросано по всему бесконечным путям. Возможно, если бы все эти части удалось найти оружие, можно было бы восстановить оружие. Итак, найти другие части древнего меча. Исследуя бесконечные пути, я обнаружил часть древнего меча. Возможно, смогу найти другие его части. Я нашёл обломки клинка. От него немного толку, но возможно, ему удастся перековать, если не найти остальные части. Круто. Я, кстати, предлагаю на этой оптимистичной ноте на сегодня закончить. Не знаю, продолжим мы в следующей серии путешествия по бесконечным путям, или пойдём по основному квесту, но... Не знаю, ещё не решат. Вам хорошего дня, с вами был дядюшка Лис. Оставляйте комментарии, ставьте лайки. И до новых вам встреч, до свидания.